МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Республики Беларусь Василь Матюшевский. Казахстанский – первый наместник премьер-министра Республики Казахстан Бакыджан Сагинтаев. В рамках встречи разлежены пытания дальнейшего развития гандлево-экономичного супрациониста Беларуси и Казахстана. У приватности удельники посяжения наведали открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». В сирот 30-ти краин, куда поставляя свою технику гомельское предприемство, Казахстан займае важное место. 15% агульного экспорта у предприемства приходится минавито на гэты рынок. Все ли тогда прикладу у Казахстан будет поставлено до 500 одинок техники? И есть еще певные перспективы по ширине супрациониста. Вогуле суместная работа двух краин у галене машинобудование и вытворчай кооперации стала ключовым пытанием встречи. Зараз на территории Казахстана организованы 13 суместных сборочных вытворчастев. На ближайшую перспективу заплановано реализовать проект по створению Беларусско-Казахстанского индустриально-техничного парка, сельско-господарчей и коммунальной техники у городе Кокшетау. Мы создали сегодня совместное производство, работаем над созданием совместного предприятия и надо сказать, что удерживаем позиции на рынке. И все-таки казахский рынок для нас он очень важен. Мы туда поставляем ежегодно 400 и в этом году планируем 500 комбайнов поставить, конечно же, совместного производства. В Казахстане наш партнер – это Агромаш-холдинг, и мы совместно сегодня занимаемся и производством, и продажами техники в Казахстане. Уходя посержения комиссии, Баки так само обмерковали перспективы супрационистства в сферах сельской господарки, транспорта и логистики, проектования и будовництва. По выниках сустречи подписана программа супрационистства, уголения физической культуры и спорта по межминистерствам обедвих краин. Подробностей в наших наступных выпусках. Вылучение кандидатов у члены Совета Республики национального схода Беларуси распочалось сенье и продолжится по 19-го жнивня уключна. Вылучать кандидатов будут в президиуме Мясовых Советов Депутатов, Базового Узроню и Отповедные Выконками. Кандидаты у члены Совета Республики региструются у Центры выборками с 20-го по 24-го жнивня. Непосредственно сами выборы сенаторов пройдут с 25-го жнивня по 13-го вересня на посаджениях Мясовых Советов Депутатов, Базового Узроню областей, Депутатов Мингорсовета. Выники выборов повинны быть кончатково подведены не позднее за 30-го вересня. Протягиваем выпуск. Управление антимонопольной и ценовой политики Гомельского облаканкама проводит проверку гандлёвой сетки региона. Ци были зафиксованы спробы незаконного повышения цен после деноминации, доведалась Ганна Ковалева. З нагода проведения деноминации Управления антимонопольной и ценовой политики Гомельского облаканкама разгорнула масштабную проверку гандлёвых объектов. Головная мета – выявить тех, кто перед смены грошовых номиналов выросил выкористать для накрутки цен. Другая мета – проверить. Ци усе гандлёвые окропки позначили на ценниках деноминованные суммы. О первых выниках проверки на пресс-конференции журналистам распавел начальник управления Андрей Сушчевич. По водле яху слов, порушения выявили у пяти гандлёвых объектах. Нарушения были в том, что цены на отдельные товары на ценниках были указаны в старых денежных единицах. Это в денежных единицах образца 2000 года. Всем вот этим, значит, нарушителям были направлены требования с тем, чтобы ценники и иная информация о цене товара были приведены в соответствии. Уже зараз усе выявленные порушения ликвидованы. Виноваты и притягнуты до дисциплинарной отказности. Усяго специалисты Абл-ВК Анкама проверили больше, как 30 объектов у разных гандлёвых сеток у разных районах в области. Агульный выник мониторангу гандлёвая сетка Гомельщина отказно подышла до потребований, связанных с деноминацией. Факта у незаконного повышения цен не выявлена. И в целом, каляказать об повеличении лечбы у наценниках, навод за опошние полгода резкого росту не назиралося. Практически всё оно остаётся на уровне 100%. А по отдельным товарам даже где-то немножко и сбросилось, скажем так, рост цен. Допустим, в Житковичах чай чёрный байховый. Индекс роста составил 92,4%. То есть, наоборот, где-то снижение цены. За минулый месяц у середним покраине инфляция склала 0,4%. Такие ж лечбы и у Гомельской в области. Специалисты означают, что это довольно станучий показчик. Дарыч, контроль за усталяванием цен и выполнением потребований, связанных с деноминацией, будет протягиваться. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Деноминация не выкликала ускладнение у работе организации жилёво-коммунальной господарки региона. Об этом поведоми у сёння намесник генерального директора Державного объединения жилёво-коммунальной господарки Гомельской в области Сергей Казачок. И он принял делу программе «Задай пытание уладе» на радио «Гомель плюс». Як означал гость студы, деноминация процесс складаны. Однако проблем при переразлику тарифа по-новому не возникла. Была проведена ответная подрыхтовчая работа. Заходя заменена программное забеспеченье, проведены шерог информационных мероприемств с насельництвом. Каб людям было простее разобраться, у червенских жировках усе суммы, кроме тарифов на жилёво-коммунальные послуги, позначены у деноминованных и неденоминованных грошах. Наступные жировки будут у грошах узору 2009 года. Тарифы были уменьшены в 10 тысяч раз и были округлены до 4 знаков после запятой. Связано было это с тем, чтобы не допустить роста цен, потому что, конечно, при округлении до 2 знаков могут произойти округления, и за счёт округления будет происходить рост цен. Поэтому тарифы были проденоминированы в 10 тысяч раз и, соответственно, округлены до 4 знаков. Специалисты Будовничьей Галины и Агропромислового комплексу, а также медики, являются сегодня самыми запотребованными на рынке работы в области. До речи, сейчас в регионе существует 0,8 тысяч вакансий и половина из них именно в этих сферах. Такие дадены представили в Комитете по праце, занятости и социальной обороны Гомельского облаканкама. Найбольший дефицит отчувается в медицине. Тут заявлено практически полторы тысячи вакансий. Найбольший запотребованы урачи и медсёстры. Крыху меньше вакансий в Будовничьей Галине. Больший за остатник запотребованы арматурщики, бетонщики и монтажники Будовничьих конструкций. У сельских господарков Гомельской области потребуются тракторысты, операторы машин на ходоение и ветеринарные урачи. Хочется отметить, что, конечно, в последнее время конъюнктура немножко заявленных вакансий изменилась. У нас сейчас практически исчезли вакансии для неколекционной рабочей силы. А также у нас, если раньше практически по всем профессиям в строительной отрасли нужны были специалисты, то сейчас потребность исчезла в таких строительных профессиях, как маляр, штукату. Короче, одевочная работа. У Гомеля распочался сезон школьных кермашов. До нового навучального года в областном центре будут працевать три основные гандлевые пляцовки. Двезь их уже открыты для покупников. Постоянно дзеючие школьные кермаши працуют каля крытого павильона центрального рынка и гандлевого дома Речицки. Тут детячую вопротку обуток и канцелярские товары. В широком ассортименте можно набыть до четвертого вересня. Покупникам пропонуют деловые и спортивные костюмы, разностайные каляровые гаммы и фасонов для всех взрослых групп школьников. Причим, набыть их на школьных кермашах можно по сниженных ценах. Скидки пропоновывают не только державные гандлевые организации, але и индивидуальные предпринимальники. В период школьной ярмарки мы делаем скидки в этом году. Для многодетных семей 20% скидки, а кто берет более двух единиц товара, то 10% скидки у нас идет. Это наш белорусский товар, он не уступает зарубежным товарам. Размерчики все присутствуют, поэтому мы приглашаем покупателей за товаром. Мы будем одевать своих ребят, готовить к школе. То есть у нас есть, что предложить. На данный момент нам предоставили поставщики очень хороший выбор товара. Самый жбойный школьный кермаш будет працовать по выходных, починаючи с 6-го жнивня на площади Полстанья. До инших тем. Пьяны за рулем с контрабандной зброей после незаконного полевания. Инспекторы Прородаховы затримали у Калинковицким районе жихара Российской Федерации. Усе подробностей резонансной справы в материале Виталя Долгага. Стрелы, каля рыжки Тургий, не на жарт устревожили мясовых жихаров. Спочатку яны потелефановали участковому, а уже той выкликау супрацовников отдела, а ховы живёльные росли на освету. По гаражных следах на властном автомобиле с российскими номерами был затриманный жихар у Владимирской области. Прынь знайдзены полевнейший арсенал. Пришлось обыкликать инспекторов ДАИ. Гэтая ситуация скончилась для гостя с Россией великим штрафом. Больше, как полторы тысячи денаминованных рублёв и депортаций. Наши работники вызвали работников милиции, государственной автоинспекции. За все три совершённых нарушения гражданин привлечён к административной ответственности и депортирован с территории Республики Беларусь. Он понёс административную ответственность за нарушение в области обращения с водкоствольным оружием. Ну и, соответственно, по линии ГАИ был наказан. И по части первой статьи 15.35 административного кодекса за... 15.37 административного кодекса за незаконный охот. Выпадок за сброенным туристом на нашей территории изусим не уникальный. Некольки месяцев тому в Добружском районе была затримана группа жихаров Подмосковья на пазодорожниках с великим боекомплектом для наразной и гладкоствольной сброи. Казали, что заблудили. Хоть у инспекции Аховы Живёльная и Раслина Освету есть с догадка, что такие визиты зусим не выпадковые. У преграничных зонах радиоактивное забручживание на белорусском Баку живности сегодня куда больше, чем на российском. И Дарыши говорили не только про полевание аллеи, про рыбаков-браконьеров и порушальников мяжи. Подобная ситуация характерна у нас для территории Ветковского, Чечерского районов. Там, где имеется непосредственно граница с Российской Федерацией, Добружский район. Охотники либо сознательно, либо неосознанно переходят с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. И здесь уже как бы задерживаются нашими сотрудниками. В этом году были случаи задержания россиян, в том числе и с нарезным оружием, и с боеприпасами для нарезного оружия уголовные дела возбуждались. Варта отзначит, что каждый тыдень по краине фиксуется коля 10 фактов незаконного опалевания и полусотни браконьерства на воде. В среднем природа охотники конфискуют по 3-4 незарегистрованные стрельбы и 5 километров рыболовных сеток. Виталь Долгий, Михаил Рабхов, Телерадио, компания «Гомель». Створальники передачи «Добрый вечер, Гомель» пропонуют сегодня приемно провести час у компании гостей информационно-забавляльные программы. У студию завитают супрацовники Державной инспекции по маломерных судах, а так само актеры Гомельского областного драматичного театра. У первой части программы размова поди про правила безопасной эксплуатации маломерных судов. Что год на Гомельщине повеличивается колькость уладальника у лодок с мотором и водных мотоциклов, але не усе аматы от пачинку на воде проходят процедуру регистрации плавсродков належным чином. Гости первого блоку программы откажутся на самое популярное питание по этой теме. Парает, як выбрать выратовальную камизельку, без черги зарегистровать лодку и пройти техогляд. Героями другого блоку сегодняшней программы станут мастацкий керавник областного драматичного театра Сергей Лагутенко и молодые актеры. Телеглядачы доведаются об новинках репертуара и об тем, как створался новый спектакль «Ромео и Джульетта». Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19.30 на канале «Беларусь 4». Выставочный калейдоскоп открылся у Палацы культуры чугуночников у Гомели. Он объединяет три розноплановые экспозиции, которые должны затекать широкое коло матроума статства. Выстава живописи под названием «Беларуськие мотивы» представлена фондом музея Палацево-Паркового ансамбля и складается с работ мэтра у беларуской школы живописи Роберта Ландарского, Дмитрия Олейника, Виталия Тверко и других. Жамчужиной экспозиции по меркованию организаторов является картина «Лявониха» одного из старейших мастаков Гомельщины Станислава Дьяканова. До Рэчика лести у Палацы культуры чугуночников находилась первая у областным центра студия Вауленчага мастацтва. И многие из аутра у работ свои первые творы писали минавито тут. Для другой частки выставы культурно-доброчинный фонд «Рэчицкая адраджэння» привез творы неклассичной школы мастацтва. И третья экспозиция у складе выставочного калейдоскопу – персональная выстава ведомого гомельского фотографа Сергея Пилтника. Сергей Пилтник, я считаю, талантливый фотограф из города Гомеля, который на протяжении уже нескольких лет радует нас своими работами. Эта выставка называется «Глаза зеркала души». Мне предоставлено 23 работы. Название пришло, в принципе, как-то само собой, потому что, глядя в эти глаза, действительно можно увидеть душу. И Сергею это легко удаётся. Это, а также другие новинки вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgmail.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам удалого вечера. До новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин